Всем привет! С вами Олег Борисов и программа «Давайте проверим». И сегодня в выпуске «Раша Тудей» и «Цензура». В свободу слова в этих замечательных странах ни один нормальный человек давно уже не верит. Газовый шантаж России. Холод. Как и голод. Не тетка. Моральный облик Саакашвили. Откровенный джвейджонец, алкоголик. В Германии заблокировали два ютуб-канала «Раша Тудей». И это, конечно, вызвало целый шквал возмущений федеральных медиа. Как это так? Цензура? Новая порция цензуры от американского сервиса «Ютуб». Ютуб снова показал, что не брезгует цензурой, удалив два канала «Раша Тудей». В этот раз «Роскомнадзор» в ответ пригрозил блокировкой. Это поможет нам заставить их соблюдать наши законы? МИД Российской Федерации, цель агрессии в отношении проектов российского медиахолдинга очевидна. Заглушить неукладывающиеся в комфортный для немецкого официоза медийный фон источники информации. Странно. Когда без видимых причин давят на кремлевские СМИ в России, тут ничего страшного. А тут, видите ли, целая трагедия. Возмущаясь случившемуся на ютуб-стримах, российские пропагандисты требуют блокировки этого самого Ютуба. Поговорим о том, как вычищают российские СМИ из Ютуба, ну потому что вот нельзя говорить про немецкие выборы. И не просто заблокированы, удалены без возможности восстановления по откровенно наддуманным причинам. И в России уже дали понять, что без ответа такие действия не останутся. Вообще разбойники, тем более, вот такую тему блокируют. Хотят или не хотят, но они фактически выполняют внешнеполитические установки наших конкурентов или откровенных врагов. Конкретно стран блока НАТО. Так и будем с вами уже какой год подряд. Мы говорим, ах, этот Ютуб, вот смотрите, что он творит. Ай-яй-яй-яй-яй, беспредел полный. Беспредел полный, потому что альтернативы-то нету. Главное недовольство у пропагандистов вызывает то, что эти каналы заблокировали якобы по наддуманным причинам. Они просто под совершенно придуманным, наддуманным предлогом удалили нас из Ютуба. Только что заявлены вот эти правила. В них же ничего не сказано, что нельзя удалять каналы в Ютубе за то, что они доносят до людей совершенно честную, независимую информацию. Нет. На самом деле, речь, конечно, не идет о блокировке за правдивую информацию. Были нарушены совсем другие правила Ютуба. Russia Today на своем канале выставила сюжет с фейками о коронавирусе. В нем так называемые эксперты говорят о бесполезности ношения масок и опасности вакцины для ДНК. Видео заблокировали, но на Russia Today не придумали ничего лучше, чем взять и выложить это видео на второй свой же Ютуб-канал. А Ютуб взял и его снес. Вообще, освещение ковид тем для внутреннего потребителя и на внешнее вещание у российских госмедиа очень сильно отличается. Если коротко, то политика коронавирусных ограничений в Европе античеловечная и неправильная. А вот похожие меры в России почему-то воспринимаются иначе. Являемся ли мы, решившие отказаться от прививок, заявляющие, что имеем суверенные права на собственное тело, быть публично выделенными, исключенными и наказанными? От паспортов вакцинации необходимо отказаться, как от решения кризиса ковид. Они просто будут способствовать отслеживанию при поддержке государства. В то же время в России. В разных регионах России власти постепенно вводят, а в Москве уже ввели, обязательную вакцинацию от ковида. То есть в России людей призывают вакцинироваться. Мэрия Москвы вводит перечень работников, для которых вакцинация обязательно. И одновременно за деньги российских налогоплательщиков в Германии распространяют конспирологические теории о вакцинации. Газовая тема на российском телевидении не теряет своей актуальности. Там все по накатанной схеме в стиле «Украина замерзнет». Украина от недостатка газа в Европе может пострадать сильнее других. Но вместо того, чтобы договариваться, в Киеве предпочитают продолжать обвинять агрессора. Украина будет замерзать. Массовые газовые бунты неизбежные. Трагедия Украины в том, что там даже никто, мне кажется, не может себе представить тот ужас, которым окажется эта страна спустя несколько месяцев. Добавилась еще одна. Украину предали. Имеется в виду контракт «Газпрома» с Венгрией на поставки газа в обход украинской газотранспортной системы. Отныне русский газ идет в Венгрию мимо Украины. Спокойнее и продавцу, и покупателю. Надежный контракт до 2036 года. Действительно, Венгрия заключила такой контракт, и Украина уже обратилась по этому вопросу в Европейскую комиссию для проверки законности действий Будапешта. По правде говоря, трение между Украиной и Венгрией давно не новость. Но это лишь действие одной страны ЕС, а не всего Европейского Союза. Но то, что разгоняется на фоне, ни в какие рамки не укладывается. Так российские пропагандисты заявляют, Украина ворует газ из российской трубы, которая идет в Европу. Украина не унывает, Украина. Там решили вернуться к истокам и вновь радостно под звуки ГПК начать воровать русский газ. Теперь, когда потока в Венгрию через Украину с 1 октября просто физически нет, то нет и того газа, который Киев якобы покупал в Европе, а по сути просто отхлебывал из русской трубы. Если газ воруют, то пусть расскажут где, в каком количестве и самое главное, когда. Такие вещи рассматриваются в международных арбитражах. Если у Газпрома есть претензия, то можно обращаться в суд, но такого иска нет, есть только слова. Пропагандисты также говорят, что это ответ Венгрии на якобы политику ущемления венгров на Закарпатье. И, кстати, вспоминают закон о коренных народах. Мол, кроме русских, в нем не прописали еще и венгров. После того, как Зеленский инициировал и уже подписал принятый закон о коренных народах, где венграм среди коренных места не нашлось, Венгрия для начала обещала заблокировать Украине путь в НАТО. А контракт о поставках газа мимо Украины – это уже блюдо, поданное холодным. Так несколько минут назад же говорилось, что это просто выгодный контракт. Но вернемся к коренным народам. Мы уже набили оскомину, пытаясь объяснить, что закон о коренных народах определяет правовой статус именно коренного народа, а не нацменьшинства. Коренный народ – это такой, который исторически сформировался и проживает на территории Украины, но не имеет своего государства. Например, это крымчики, крымские татары. А вот нацменьшинство имеет, и его положение определяется другим законом. Почему российские пропагандисты до сих пор в этом не разобрались – намеренно, либо случайно – загадка не только для меня. Также говорилось о высоких ценах на газ в Европе, которые ежедневно бьют рекорды, забывая упомянуть, кто в этом виноват. Безумцы! Еще в оскорбительном тоне. Давайте разбираться, давайте комиссию, что там Россия делает. Вместо благодарности – вот такая вот черная неблагодарность. Поэтому здесь виноваты только сами европейцы. Планировать не умеют. Посчитать не могут. Настоящая причина роста цен – это комплекс факторов. Один из которых – это занижение объемов поставок газа российским «Газпромом» на европейские рынки. То есть дефицит создается искусственно. Таким образом, Россия давит на Европу, мол, быстрее сертифицируйте «Северный поток-2», а иначе ситуация не изменится. Подготовка к отопительному сезону в условиях рекордных цен. Остановить рост могут дополнительные объемы от «Газпрома», которые тот готов направить по «Северному потоку-2». Идиотизм подчеркнут еще и наличием готовой газовой трубы из России «Северного потока-2», которые в любую минуту способны расшить рукотворный энергетический кризис в Европе. Но нет же. На зло России отморозим уши. Им, чтобы пережить зиму, придется дать разрешение на запуск «Северного потока-2». Забавно это смотреть. Ведь вместе с тем в России говорят. Да вы что? Для нас вопрос поставок газу сугубо вопрос экономический. Россия никогда не использовала, не использует и не имеет в виду использовать голубое топливо для того, чтобы кого-то наказывать. Россия использует голубое топливо исключительно в своих интересах, в интересах народа нашей страны, для увеличения благосостояния Россия. Только это вот никак не перекликается с риторикой в российских медиа. Пусть покупают газ по тем ценам, которые есть. Либо пусть выключают русофобию. Россия ведет себя как государство, которое пытается заставить с собой дружить с позиции силы и манипуляций. Хотите газ по выгодной цене? Будьте лояльными. Бедная и глупая Европа замерзнет, если не помощь России. Белоруссия покупает у нас тысячу кубов газа за 128,5 долларов. Сербия за 270. Дружить с Россией выгодно. Холод, как и голод. Не тетка. США бросит Европу один на один с морозами. И спасти Европу может только Россия. А, русская спасательная труба. Но обычно, если что-то говорится со словом труба, то это, я вам скажу, не к добру. На фоне рекордных показателей стоимости газа, конечно, в некоторых странах повысилась цена за коммунальные услуги. Но у российских пропагандистов озвучивают какие-то космические суммы. Тарифы в Литве для простых граждан выросли на 70% в результате этого подорожания газа. На Украине с 1 октября на 40%. Во Франции на 40%. В Германии на 57%. А все дело в том, что они решили по закону, никуда не торопясь, сертифицировать Северный поток-2. Причем никто и нигде о таком росте стоимости коммунальных услуг пока не заявлял. К слову, рост коммуналки в Украине одна из любимых тем российских пропагандистов. Российский эксперт заявил, мол, цена на газ для потребителей вырастет на 40%. Сейчас бы Украина не столкнулась бы с 40% повышением тарифов на газ. Такое ощущение, что эти люди просто выдумывают все на ходу и берут все с потолка. Самое интересное, что перед этим шел сюжет, в котором говорилось о том, что цена на газ в Украине повышаться не будет. Зеленский пообещал удерживать цены на газ на уровне 8 гривен. Судя по информации пропагандистов, цены на газ выросли настолько, что автобусы отказываются выходить на маршруты. На Украине при этом уже прекращают ездить автобусы, которые используют газ вместо бензина. Вот такие объявления поясняют пассажирам, что поездки теперь нерентабельны. Так где они такие цены увидели? У нас газ стоит вдвое меньше 17 гривен за литр. Возвращаясь к тезису, сугубо экономический вопрос. Там уже начали говорить, мол, было бы у Украины другое правительство, более лояльное к России, вот тогда бы и газ был по нормальной цене. Давайте представим, что если бы вместо Зеленского сейчас президентом Украины был бы Рабинович. Честно говоря, это очень тяжело себе представить. И об этом, кстати, говорю не я, а президентский рейтинг, в котором этого господина даже нет. Кстати, а что там с другим народным депутатом Медведчуком? Я так понимаю, его уже со счетов списали? В Украине Медведчук договорился с Путиным, получал бы сейчас, вот сегодня, по 175. В долгосрочном контракте на многие десятилетия вперед, да, с обеспеченным транзитом через Украину. А, нет, вот он. И скажите мне, что газ для России не инструмент для политических манипуляций. Отношения народного депутата Лизы Ясько и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили были одной из центральных тем нескольких программ федерального телевидения. И это не какое-то там пусть говорят с Андреем Малаховым. Это серьезные политические ток-шоу и сюжеты. У Саакашвили неразбериха. Не только в политике. Теперь он двоежонец. Не разобравшись с первой голландкой Сандрой Руловс, завел украинскую молотку. Покажите нам, пожалуйста, Елизавету Ясько. Я думаю, эта история когда-нибудь будет описана каким-нибудь доморощенным Шекспиром. То есть влюбленная принцесса отправляет своего влюбленного рыцаря в Грузию сражаться с драконом на белом коне. Рост цен в самой России и сомнительные результаты выборов российские медиа не очень интересуют. Ведь это так скучно. А Ясько Исаакашвили... Во! Улетая из Киева в Тбилиси, так романтично она обратилась к своему жениху. Узнав про новую любовь Мишако, Сандра прекратила требовать его освободить. К слову, его официальная супруга не переставала требовать его освободить. Я просто хочу, чтобы грузинский народ просто понял одну простую вещь. Не может человек, который способен публично, в прямом эфире, унижать свою жену, свою семью, не может этот человек любить свой народ. Моралисты из московских студий возмущаются. Если Саакашвили двоеженец, то как он же будет управлять страной? Но эта мораль работает только для других. Недавно независимые медиа выяснили, что не все так однозначно с личной жизнью министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Журналисты-расследователи выяснили, что много лет Лавров живет двойной жизнью. На публике он прилично семьянин, с 50 годами брака за плечами, скромный трудяга. А на самом деле все это время у него есть тайная вторая семья, любовница, заваленная дорогими автомобилями, элитной недвижимостью в Москве, Подмосковье и Лондоне. Традиционные ценности, ценности семьи, мы отстаиваем их. Особенно перед лицом попыток подорвать традиционное понимание семьи, Богом данное понимание семьи. Не все было гладко и у самого президента России, Владимира Путина. Не так давно выходило расследование о возможной второй семье главы российского государства, которая у него была со Светланой Кривоногих и его возможной дочери, рожденной вне официального брака. Эта женщина как минимум финансово очень сильно связана с окружением российского президента. Как выяснили расследователи, Кривоногих принадлежит недвижимость в Монако на 3,5 миллиона долларов. Купила женщина ее через фирму Броквильд Девелопмент. Фирму обслуживала Международная ассоциация консалтинговых и управляющих компаний, которые через свои структуры в разное время обслуживали близких, знакомых президента России Владимира Путина. Его пресс-секретарь не нашел поводов даже проверять информацию. Мы не увидели никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина. Я не знаю, там вроде бы будет продолжаться публикация, но пока ничего особенного мы не увидели. Скажем так, работа этой организации нам тоже хорошо известна. Мы знаем, откуда они берут информацию, как они берут информацию. И, наверное, единственное, что действительно бросается в глаза, это все-таки, наверное, демонстрация того, какое же государство является крупнейшей в мире офшорной лаконой и налоговой лаконой. Это, конечно, Соединенные Штаты. Личная жизнь Лаврова, как и Путина, это их персональное дело. И давать им моральную оценку могут только сами граждане России. Важной для общества эта информация может стать только тогда, когда члены их неофициальных семей внезапно становятся долларовыми миллионерами. Но на федеральном телевидении вы не найдете вообще ничего. Ни бульварных сюжетов о детях, рожденных вне брака. Ни расследований о том, как близкие к российской верхушке люди обрастают недвижимостью и бизнесом. А зря. Думаю, гражданам России это было бы куда интереснее, чем отношения депутата Яско и Саакашвили. На этом все. С вами был Олег Борисов. Пишите в комментариях под этим видео, хотели бы вы знать больше о неофициальной жизни российской элиты. Или вам достаточно сюжетов о Саакашвили. С вас подписка, лайк и шеер. Субтитры сделал DimaTorzok